Здравствуйте! Есть такие широко распространенные на нашей планете породы, сланцы. Это породы биогенного, как говорится, происхождения, осадочные породы. Вот где-нибудь в каком-нибудь водоеме оседал и каменел ил, вот он получил такая слоистая структура. Сланцы очень, ну, такая поучительная порода. Вот тут такой вот в диком состоянии сланец. Есть сланцы, которые в строительстве используются как отделочный материал. Вы их наверняка где-нибудь встречали. Вот видите, как они красиво друг к другу подогнаны. Есть сланцы, которые очень сильно помогли исследователям, так сказать, вымершей жизни. В некоторых озерах пресноводных древних образовывалась система осадочных пород, вот этих сланцевых, таких вот тоненькие-тоненькие слои. И когда берут эту породу, или, так сказать, берешь эту породу, она легко рассыпается на отдельные слои. И между каждым слоем можно найти какой-нибудь отпечаток. Можно найти. Есть такой шанс. И вот там, в частности, впервые обнаружили протоптицу или первую птицу археоптерикс, как ее называли. Разные другие замечательные там отпечатались живые существа, которые погибли в этом заилином водоеме когда-то. Так вот, поучительно другое. Есть сланцы, так сказать, горючие электростанции на сланцах. В Эстонии, в частности, в советское время сейчас существуют электростанции, которые сжигают сланцы. В некоторых сланцах содержание углеводорода, содержащего вещества, очень высокое. 30% даже. И вообще есть отдельная такая вот порода. Черные сланцы называются. Их очень много. Вы сейчас, наверное, слышали про сланцевый газ, который сейчас добывают в США. И вот его добывают именно из таких пород, в которых есть много биогенного материала. Так вот, как они образовались, эти сланцевые, черные сланцы? Совершенно популярная для нашего времени тема. Тема нефтяных разливов. Древние нефтяные разливы не чета нашим. Представляете, огромные, как говорится, сланцевые бассейны образовались в результате огромных нефтяных разливов. Вообще нефтяной разлив это для кого-то гибель. Ну, для птиц, для рыб, для земноводных, для других обитателей. Вот. А для кого-то праздник, для бактерий. Бактерии радостно потребляют эти углеводороды, наращивая биомассу. Это праздник для них. А потом уже потребители этой биомассы начинают потреблять сами эти бактерии. Когда-то, в старое время, когда на Земле не было потребителей биомассы бактерий, эта биомасса росла и складывалась, образовывалась нефть. Нефть долгое время хранилась в земной коре, а потом через трещину поступала наверх. Вот эти древние нефтяные разливы, они создали черные сланцы. Черные сланцы это что еще? В Канаде и в некоторых странах Южной Америки есть так называемые битумоносные пески. Смесь песка и твердых фракций нефти. Вот нефтепродуктов там, даже в таком тяжелом виде, их примерно столько же или даже чуть больше, чем во всех разведанных месторождениях нефти на планете. То есть, представляете, большая часть нефти когда-то давно вылилась вот в этих двух местах, в Южной Америке и в Северной Канаде, огромными озерами. Легкие фракции испарились, подверглись окислению в атмосфере, и от них уже не осталось следа никакого. А вот тяжелые фракции с этим песком смешались и до сих пор лежат. Их, кстати, можно разрабатывать, ну, экскаватором, грузить на самосвал и перерабатывать. И в конце концов добывать из них энергетический продукт. Так что, всякие биологические катастрофы раньше были, хоу, нефтяные, это не чета с нашим современным. Жуть, страшное дело. Желаю вам удачи и всяческого благополучия. Всех благ, до свидания.